В этом гипермаркете товаров для дома работают сотни человек. Большая часть из них – коренные химчане, потому людям особенно важно жить в комфортном и благоустроенном городе. На собрании трудового коллектива сотрудники магазина пригласили лидеров движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» – Михаила Раева, Елену Андрееву, Наталью Коныгину, Артура Каримова, Владимира Суслова, Ирину Беляеву и Александра Якушина. Вместе с ними поговорили о будущих изменениях в городском округе. Анатолий живет в пятиэтажке, расположенной в старых химках. По его словам, дом давно нуждается в капитальном ремонте, в то время как делают только косметический. Также мужчина выступил с инициативой организовать площадки для занятий спортом. Я в новых химках часто гуляю, в старых химках. Я замечаю, в новых химках практически в каждом дворе есть тренажерные турникеты. А у нас в старых химках этого нет. Есть только в парке. Но почему только в парке? Порой туда заходишь, там просто даже места нет, чтобы позаниматься. Еще одну инициативу озвучил житель микрорайона Подресково Владимир. Молодой человек предложил благоустроить железнодорожную станцию и установить там лавочки для ожидания. Я часто встречаю девушку, бывать встречаю друзей, кого-то еще и не только я. И там много места, где можно просто установить пару лавочек и было бы очень даже здорово, я считаю. Инициатив много и все они разные. Каждое предложение сотрудников трудового коллектива гипермаркета товаров для дома будет размещено на сайте. Мы затронули все микрорайоны городского округа, улицы, автобусные остановки, транспортную инфраструктуру. Равнодушных нету, задавали много вопросов. Результаты таких встреч уже есть. Многие из предложенных инициатив на сегодняшний день уже реализованы. По третьему округу уже в встрече с коллективом было видно 211 таких инициатив. Было выдвинуто 147 инициатив по карте добрых дел. 127 из них уже выполнено. Осталось совсем чуть-чуть. Что будет реализовано в первую очередь решают сами жители. Отдать свой голос за понравившуюся идею может каждый химчанин. Жители нашего замечательного города должны определять, как сделать жизнь интереснее и комфортнее. Это очень полезно. Такой формат встреч и взаимодействия сотрудники предприятия считают удачным. Собрание с лидерами движения общественной поддержки позволяет напрямую заявить о проблемах и выступить с инициативами по улучшению родного города.